Салям алейкум, салям алейкум, салям алейкум, салям алейкум, тревел проект Дженнл Фимми снова в работе. И сегодня я хочу познакомить вас с уникальным мастером, мастером, который работает по батику. Я в гостях у Анны Олениной. Салям алейкум, здравствуйте. Дело в том, что Анна год назад переехала к нам из древнего города Самарканда, сейчас живет, работает в Крыму и занимается батиком. Расскажите, Анна, вот что это за чудо такое? Ну, во-первых, ткани эти, они тоже привезены из Узбекистана. В Узбекистане есть такой городок маленький, Маргеллан. Вы знаете, Анна, я родом из этого городка, я там родилась. Ну, значит, у вас есть тоже какие-то знания и что-то вы о этом нашем шелке слышали? Конечно, это знаменитейший маргелланский шелкомбинат, и мои бабушки, и дедушки работали на этом шелкомбинате. в годы депортации. Да, очень приятно. В общем, я хочу рассказать вам, что этот шелк делается из тутового шелкопряда, который у нас произрастает. Вот получаются коконы, эти коконы разматываются, ткется он на старинном станке. В общем, такая кропотливая работа. И несмотря на то, что вот эти вот шарфы у нас такие легкие и тонкие, они очень теплые, они очень согревают. То есть такой шарф, он бы и в зиму согревал. И в зиму очень-очень греет. Узбекистан, Самарканд, как и такой вот туристический город, посещает очень много туристов, и они востребованы это. Что шелк, что... Ну, все, что связано с Узбекистаном и шелком, и также это керамика маргелланская, все вывозится за границу. Вот как бы мы работали для туристов, рисовали. Но это не только батик, это и батик-набойки, и окрашивание шибари натуральными красителями, которые произрастают на территории Узбекистана. Это кора ореха, кора граната. Вот, пожалуйста, граната в нашем столе как раз по сезону. То есть красители натуральные, шелк натуральный? Шелк натуральный, красители натуральные, но не в этом случае. Здесь вот я использую дорогие краски немецкие, Марабу Джованну, которые после стирки, они не линяют, не теряют блеска. В общем, они очень практичные, эти шарфы. Расскажите вообще, что такое батик? Как началось зарождаться этот вид искусства? На самом деле батик, он известен очень давно. Известен он в Китае и Индонезии. В Китае они предпочитают окрашивание свободной роспись. Свободную роспись это кимоно и такого плана изделия. А в Индонезии они больше практиковали на набойках и набойки воском, горячим батиком. Так как в переводе батик это горячая капля воска. У них набойки не деревянные, как у нас, у них набойки металлические. Они окунают это в горячий воск, наносят на ткань, забивают шарфик вот такими вот набойками. То есть это уже набойка, да? Это набойка краской, это не восковая, это не горячий батик. Потом, когда они забивают, у них воск, это идет как резерв. Когда полностью рисунок уже заполнен набойками, они его окунают в индиго, либо другие красители. Но это тоже натуральные. То есть в любом случае это все очень натуральное, очень древнее искусство? Очень древнее искусство, очень трудоемкое. А как вы начали этим заниматься? Меня в это искусство привела моя одна знакомая, Ольга Сосновская. Я как мастер много лет занимается батиком. Вот она подарила моей маме шарфик. Я, увидев этот шарфик, подумала, что такого плана я тоже смогу начать рисовать. Попросила ее мне дать какие-то научные рекомендации практичные. Она мне показала, на словах рассказала. Сказала, в общем, все есть в интернете, сейчас такой век продвинутый. То есть вы недавно этим занимаетесь? Уже года три. И как вы себя ищете, как вы находите себя? То есть вы рисунки создаете авторские, я так понимаю? Авторские, да. Но иногда бывает, что я подсматриваю в интернете не без этого. Но вот как говорит Ольга Сосновская, краски ее лечат. На самом деле, когда садишься рисовать, садишься с хорошим настроением. Когда у тебя хорошее настроение. То есть в плохом настроении батик не идет? В плохом настроении нет. Ну, не вкладываешь ты туда душу. Когда все-таки ты с настроением и солнышко. И, в общем, какие-то впечатления такие благоприятные. И тогда можно садиться за батик. Ну, и это была как бы одна из моих статей дохода. Это приносило прибыль. Живя в Узбекистане, вы занимались батиком, да? И это было прибыльно. Да, там я сотрудничала с галереями такими, вот как Елена. Ладик, Happy Birds, галерея. Фатима, вот такие известные арт-галереи. Вот насколько вообще в Узбекистане, я как бы не могу судить, я очень давно вместе с семьей переехали, мы из Узбекистана, и насколько вот там живы вот такие национальные традиции, национальные орнаменты? Как вообще работают там художники-прикладники? Вообще у нас такие люди талантливые все, особенно в Самарканде. Маргеллане, я знаю, там прям это единственное местечко, где сохранились вот эти вот люди, которые занимаются и поддерживают традиции ремесленников. Это гончары, это вот ханатлас знаменитый, адрас. Вот каждый год в Маргеллане проходит даже праздник атлас Байрами, чтобы даже ЮНЕСКО это поддерживает, чтобы не терять традиции. Ну и, конечно же, они, опираясь на прошлое, создают будущее. Все орнаменты, которые присутствуют в узбекском рисунке, это вот что-то традиционное, это гранаты, это огонь, это вода, вот такого плана. А как вы, как получилось вообще так, что ваша семья оказалась в Узбекистане, и как получилось так, что вы вот стали впитывать традиции другой культуры? Как у вас там все соединилось? Ну, вообще, у меня в друзьях очень много художников, вот. Я когда-то и гобеленом занималась, и макраме занималась, и вышивала на машинке, там, в общем, с миру по нитке. И постепенно вот дошла до батика, и как бы батик вот на батике остановилась. Ну, я еще занимаюсь попутно валянием, это как бы там, ну, тоже связано с шелком и с маргелландским шелком, с газом. Валяние войлока. Валяние войлока, да. Вот, ну вот, не знаю, пристрастия такие. Сама среда, наверное, да, вас подтолкнула, чтобы впитывать эту культуру? Вот, я же говорю, вокруг меня были люди, которые как бы этому способствовали. Вы родились в Узбекистане? Родилась в Узбекистане. А ваша семья как там оказалась? Ну, это долгая история, я знаю, что они тоже когда-то были репрессированы, депортированы, и при, наверное, при революции, когда были вот эти гонения в 37-х годах, и как-то они там оказались. В общем, корни российские у прабабушек и прадедушек, а дальше уже мы как бы самостоятельные. Год назад вы переехали в Крым. Вот, расскажите об этом этапе вашей жизни. Интересно, вот, вы не крымская татарка по национальности, ваша семья тоже, но вот вы в Крыму сегодня. Да, ну, Крым, почему Крым? Потому что очень близка среда, очень много друзей среди крымских татар. Это однокурсники мои по институту, по техникуму, и так просто друзья, соседи, переехали все в Крым. Но дело не в этом. Мы 10 лет ездим сюда отдыхать, очень привыкли к климату. Посмотрели, пожили фрукты, овощи, близкие к нашему. Подумали, что по духу нам все-таки ближе к Крыму. Ближе к Крыму. Я хочу напомнить, что аудиоверсию нашей беседы вы сможете послушать на сайте gianle.online. Сегодня мы беседуем с художником по батикл Анной Алининой. Анна, вот все-таки мне кажется, что год в Крыму не прошел для вас бесследно, и в вашем творчестве, я так вижу, что-то пошло крымско-татарское. Как вы сами думаете, как расцениваете? Ну вот гранаты, они как бы близки всем, и татарам, и азербайджанцам, и узбекам, и таджикам. Гранат символизирует семью. Много вкусных ядер – это плодовитость семьи. Поэтому и на узбекских свадьбах, и нарядах присутствует гранат, и на столе присутствует гранат. И у крымских татар очень много имен, связанных с гульнором, с цветком граната. С цветком граната гульнора. Поэтому, да, как-то вот нравятся нам гранаты. А что-то такое вы подчеркнули для себя? Может быть, вы начали общаться с художниками и мастерами, прикладниками из числа крымских татар, и какие-то у вас появились новые идеи, новое вдохновение? Как-то я не сильно влилась еще вот в среду крымских татарских художников. Хочу, конечно, с ними поближе познакомиться. Может, они мне и на самом деле подадут какие-то идеи. Я как бы в самом начале своего пути. В Крыму я в самом начале. Как бы в Самарканзе у нас это была уже такая вот схема. То есть, может, это был отлаженный процесс? Отлаженный процесс, да. Здесь как-то вот надо себя еще преподнести, найти. Здесь я себя еще не нашла. В поиске. Ну, я желаю вам успехов в этом пути, в этом начинании. Мне кажется, как человек, который смог проникнуться узбекской культурой, вам будет не менее интересно погрузиться и в крымско-татарскую атмосферу. Кажется мне, что я чувствую, что вы даете для себя много-много интересных моментов. И вот расскажите, как вообще вы работаете, да? Вот Маргелланский шелк. Как вообще, кстати, добыть сегодня Маргелланский шелк в Крыму? Ну, сейчас, во-первых, есть это все в интернете. Маргеллан они выпускают не только. Вот этот шелк называется эксельсер, потому что он плотный. Также они выпускают газ. Еще более воздушный. Да, более разряженный. И театральный они его называют, а в России его называют разряженный, на котором валяют. Это они отправляют на экспорт по России. То есть, Маргелланский шелковый комбинат работает сегодня в полную силу? Я бы не сказала, что он в полную силу. Сейчас это все перешло в частные руки и что-то они ткут по домам. У них маленькие цеха такие, вот, перерабатывают все на месте, ткут там. Но сырье собирают по всему Узбекистану. Сырье это вот эти вот коконы. Коконы. А так в интернете, я думаю, можно будет его заказать там от метра даже. Доставка работает? Доставка работает. Я обычно беру большим объемом, это где-то по 100 метров в рулоне, и спокойно уже творю. Не могу не спросить, какие все-таки различия, на ваш взгляд, в работе дизайнеров, этнических дизайнеров в Узбекистане, например, в Самарканде и здесь, в Крыму? Ну, вот в Узбекистане как-то мы больше направлены на туристическую среду. Поэтому наши дизайнеры стремятся сделать больше и красивее, и лучше какого-то другого дизайнера, и как-то привлечь к этому туристов. У нас в Самарканде есть такая улица ташкентская, на которой очень много вот сконцентрировано вот этих вот сувенирных магазинчиков, в которых можно найти батик, какие-то дизайнерские курточки, вот эту керамическую посуду, обувь, изделия из металла. Ну, есть и лидеры, конечно, те вот несколько человек, которые в Самарканде, как бы, ну, те галереи, которые лидируют. Я, например, подписана в Инстаграме на пару-тройку узбекистских дизайнеров, например, вот дизайнер по керамике Рима Газиева. Очень мне нравится сочетание вот практичности и того, как она украшает свою посуду. А вот что касается одежды, сегодня насколько востребовано вообще вот у дизайнеров, насколько часто делают дизайнеры такую одежду с национальными элементами, но в то же время носибельную? Ну, во-первых, из, как сказать, из коренного населения они всё-таки поддерживают эти традиции, но я не могу сказать, что они шьют одежду у дизайнеров, они шьют у обычных парнях, но в свадебном сундуке должно быть что-то из национальной одежды, что-то присутствовать из сохранопласса. Это то, что приданно, да, как традиционно приданно? Да, до сих пор по 40 платьев собирают и там всякие... Даже если они носят, они всё равно их собирают? Обычно носят. Носят, собственно, на какие-то торжественные случаи? Ну, не каждый, наверное. По-разному. То есть каждый день тоже носят? В первый год, ну, как сказать... После замужества. После замужества, да, очень регулярно носят и меняют каждый день, да, ну, как бы это ещё востребовано. А то, что шьют наши дизайнеры, всё-таки их одежда очень дорогая и, ну, авторская, второй такой вещи нету. Там не просто какой-то халат, какое-то платье, там присутствует и ручная вышивка, там старинные ткани, которым по 30, по 40 лет. То есть их используют в современных моделях старинные ткани? Да, да, совершенно правильно. Ну, я как бы не слышала о том, чтобы у нас делали нечто подобное. Конечно, у нас и не сохранилось, знаете, наверное, в таком количестве тех тканей. Да, я тоже об этом задумывалась. 50 лет не было народа на своей земле. Конечно, мы не сохранили, наверное, в том количестве, чтобы из этого можно было шить какие-то современные модели. Анна, в каком направлении вы хотели бы развиваться в Крыму? Ну, то направление, которым я сейчас занимаюсь, оно меня, в принципе, устраивает. Просто хотелось, конечно, больше людей, которые ближе к мне будут по духу, по творчеству. Мы бы с ними как-то нашли общий язык и начали развивать это. Я посмотрела, в ваших арт-галереях нечто подобного нет. Но в первых галерее, в которых я сдаю, это галереи Эфес. Они распространяют мои шарфы, там неплохо уходят. То есть это не просто произведение искусства, это ещё такая вещь, которую можно использовать в каждой дне. Да, это очень практичная вещь, очень статусная вещь. Люди, которые разбираются в этом, покупая один шарф, на следующий год приходят ещё за двумя. То есть его можно, вы говорите, найти зимой? Зимой. Он греет? Да. Маргелланский шёлк? Маргелланский шёлк. Ну, как порой, конечно, я не советовала бы его использовать, потому что всё-таки соль и шёлк, и краски будут как бы несовместимы, он будет терять ценность. А как за ним ухаживать? Очень просто. Стираем в тёплой воде с добавлением шампуня. Не выжимай, ну, можно немножко выжать, и всё и развешиваем. Не линяет, не выгорает? Абсолютно не линяет. Краски, я повторюсь, краски очень дорогие. Это Марабу Джавану, который производит Германия. Там любая палитра, в общем, им очень удобно работать, не растекаются ничего, не меняют цвет. Достойные краски. Ну, вот у нас на столе находятся набойки, правильно я их называю? Расскажите, как вы работаете с ними? Вот если это всё-таки то, что было нарисовано, да, вручную? Да, это было вручную нарисовано. По правде сказать, работать набойкой – это очень тяжёлый труд, потому что здесь используется краска, которая заваривается, которую надо варить. Вот, и на следующий день, если ты не закончил сегодня шарф, не добил его, то на следующий день краска меняет свою структуру и другую окраску. И уже будет, шарф будет иметь разную цветовую гамму. Поэтому, если ты начал работать, то должен сегодня закончить этот шарф. И шарф этот вот набивается 4-5 часов. Беспрестанно. Беспрестанно, да. Это надо и силу прикладывать, и стоять надо, и иметь удобный стол, который не шатается. В общем, потом получается такая красота, это тоже затягивает, вот. Ну вот. А как удается совмещать работу? Я, насколько знаю, у вас медицинское образование, и работаете вы по специальности. Да, работаю врачом-рентгенологом. Интересная работа, я её люблю. Вот. Я же говорю для души. Вот я, как, лечусь этим батиком. Семья поддерживает вас? Семья поддерживает, да. Не даром они вот мне тоже набойки кое-какие помогли сделать общими усилиями. Это и супруг мой, и мой отец. Вот. Так что работа интересная, и работа затягивает. А я хочу объявить нашим зрителям, что у нас для вас с Анной есть небольшой подарок. Смотрите видео, пишите ваши комментарии по теме, и автор самого интересного комментария, которого выберет Анна, для него у нас приготовлен подарок. Анна, расскажите о технологии, о том, как вообще происходит работа с батиком. Вот, как я уже говорила, что первоначально этот маргелланский шёлк, аксельсиор, он имеет белый или кремовый цвет. Нужный размер у меня две рамки, узкая и широкая, в зависимости, какой я хочу нарисовать шарф. Вот, натягиваю его, не стирай, натягиваю на рамочку. Вот, он должен иметь плотность, как барабан. Вот. Можно рисунок под рамочку подкладывать, а я обычно сразу наношу рисунок на эскиз. Снизу у меня эскиз, сверху мой шёлк, наношу карандашом эскиз, потом натягиваю на рамку и обвожу резервом. Что касается резерва, это вот, может быть, на основе бензина или керосина резерв, либо это... Резерв это что? Резерв это вот эта вот линия, которая даёт нам возможность, чтобы рисунок не затекал за контуры. Вот, он бывает на основе резины, вот, керосина, или бывает без цвета, без запаха, бесцветный такой вот. После постирки он имеет тоненькую полосочку. Обвожу, сушу и начинаю работать. Сколько в среднем уходит времени на одну работу? По-разному, от сложности зависит. Если какой-то эскиз, который я уже рисовала, конечно, быстрее. Если что-то новое, я прям вдумываюсь в каждую деталь. Ну, и наслаждаюсь, конечно, процессом. Где можно осмотреть ваши работы, где их можно потрогать? Это, на самом деле, очень приятное тактильное ощущение. Я вот всю нашу беседу не выпускаю из рук. Если потрогать, то вот в галерее ФЕС представлены некоторые работы. Просто альбомы собраны. У меня есть группа Батик в Фейсбуке, и в Одноклассниках есть группа, называется Восточные мотивы. Там тоже представлены некоторые работы. Думали ли вы о том, чтобы начинать работу над какой-то выставкой собственной? Я думала, конечно, об этом. Но еще думаю, что у меня нет столько работ, чтобы их выставлять. Вы в начале этого пути? В начале этого пути. Я желаю вам всяческих успехов. Верю, что вы познакомитесь с крымско-катарскими художниками. Обязательно найдете тех, с кем вам будет интересно и плодотворно общаться. Я тоже так думаю. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо вам за погружение в это уникальное мастерство. Это действительно очень приятно. Это действительно настолько красиво и нежно. И оказывается, еще это очень практично. Я напомню, что сегодня мы беседовали с художником по Батику Анной Олениной. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с Джаннелой Радио. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok